Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, в каких темах стоит создавать Android приложение. То есть, на какие темы, для каких сфер стоит создавать Android приложение. Мы рассмотрим с двух сторон. Во-первых, со стороны востребованности, во-вторых, со стороны монетизации. То есть, как это можно все потом монетизировать. Так как создавать, ну, просто мобильные приложения без цели заработка, это по меньшей мере глупо. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложение, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. В этом видео я вам расскажу про 4 основные направления, про 4 темы, в которых стоит разрабатывать Android приложения. И первая тема это, конечно же, карманные мобильные приложения для широкого круга охвата, то есть для всего населения. Что это за карманные приложения? Это, например, приложения по созданию списка покупок, по созданию списка дел, например, приложения по контролю за своими расходами, то есть то, чем будут пользоваться люди каждый день и что нужно каждому. Грубо говоря, если мы берем список покупок, мобильное приложение, то в этом случае очень важна такая возможность, чтобы один из членов семьи мог создать список покупок, что купить, и второй человек мог зайти в это же приложение и увидеть, что нужно купить, то есть воспользоваться списком покупок, который создал один из членов семьи. Вот что-то вроде этого. И вот эти карманные приложения, тут очень много можно всего придумать, какие мобильные приложения нужны на ежедневной основе. Но факт в том, что это такие карманные приложения, которые необходимы для повседневной жизни. Как монетизировать эти мобильные приложения? Ну, во-первых, можно сделать, скажем так, основной функционал, для которого, собственно, и устанавливают это мобильное приложение, делают бесплатно. Но часть этого функционала, который является самым ценным, например, та же возможность, чтобы один из членов семьи мог увидеть список покупок другого члена семьи, реализация такой возможности мы делаем возможной только по платной подписке. Платные ежемесячные подписки здесь можно монетизироваться на основе рекламы. Можно создавать, можно размещать как свою рекламу на свои какие-то проекты, и другие мобильные приложения. Так и напрямую брать рекламу от рекламодателей, да, то есть, если у вас в широкий охват, то там можно из одной рекламы до 7 миллионов рублей легко зарабатывать. Кроме того, конечно же, можно и настраивать автоматическую дешевую рекламу. Но в этом нет особого смысла, потому что проще уже напрямую работать с рекламодателями и брать заявки на размещение рекламы. Но все-таки основной, самый приятный заработок здесь, это именно с монетизацией в плане платных подписок. Вторая тема, в которой можно создавать мобильные приложения, это мобильные приложения для бизнеса. Собственно, тут не разработка какого-то своего продукта, это просто разработка мобильного приложения на заказ. Самыми популярными направлениями являются мобильные приложения для магазинов и для сферы услуг, там салонов красоты, пекарни, доставка еды и все такое. Собственно, здесь монетизация одна, у вас есть пример вашей работы, и какому-то магазину нужно похожее мобильное приложение. Человек готов заплатить вам за это, и вы ему делаете мобильное приложение. То есть, это заказная по факту разработка. Популярность тут также высокая, как и в первом варианте. То есть, многим нужно мобильное приложение. Поэтому это тоже очень хорошее направление для создания мобильного приложения. Но тут уже больше заказная разработка. Третье направление, это, скажем так, игровые, развлекательные, мобильные приложения. То есть, тут может несколько быть поднаправлений. Мобильные, такие игровые приложения антистресс. Например, когда человек волнуется, можно какие-нибудь переключатели звуковые сделать, какие-то, ну, что-то сделать по нажатию пальца. Тут уже включается ваше воображение, можно придумать разные. Можно сделать приложение пазл, по которому можно будет собирать пазл, перетаскивание. Можно, допустим, черно-белую картину делать, цветную картину путем нажатия на определенные участки изображения. Можно, я говорю, антистресс различный делать, различные шарики, которые перетаскиваешь, переключатели. Но тут уже полуигры. Также здесь есть поднаправление, это детский контент. То есть, различные детские игры. Как вы знаете, дети очень часто, взрослые дают детям смартфон или тот же планшет. И дети очень часто сидят, играют в различные, скажем так, развлекательные мобильные приложения. Тут можно делать такие развлекательные мобильные детские приложения. А можно делать обучающие мобильные приложения. Уже более контентные. Тут уже более широкий вариант разгуляться. Ну и, как я говорил, тут в основном приложения можно сделать антистресс. Детские мобильные приложения. Либо можно какие-нибудь успокаивающие также мобильные приложения перед сном. Ну, тут можно посчитать, посмотреть, что можно сделать. Но факт в том, что это именно развлекательные мобильные приложения. Тут мобильные приложения не позволяют сделать как сервис что-то. Да, и это не заказная для бизнеса разработка. Это уже мобильные приложения, такие контентно-развлекательные. Ну и как здесь можно монетизировать? Ну тут собственно два варианта также, это платная подписка и реклама, но рекламу не стоит делать на детских мобильных приложениях, либо ее очень четко контролировать, потому что это детский контент, нельзя чтобы какая-нибудь там плохая реклама попалась, поэтому только можно напрямую, если вы какой-то выберете напрямую заказ у рекламодателя, например, для детского контента можно рекламу какого-то детского интернет-магазина отображать. Но тут уже нужно смотреть более осторожно на детском контенте, на игровых контентах, да, можете, также очень хороший будет заработок с рекламы, если напрямую вы будете работать с рекламодателем, и если ваше мобильное приложение получит широкий охват, и вот на таких контентных развлекательных мобильных приложениях проще всего получить широкий охват. Ну и четвертым популярным направлением, которым вы можете создавать мобильные приложения, это, там уже меньше заработка, но они также имеют шансы на существование, это приложения-помощники, различные калькуляторы, генераторы каких-то рецептов, шагомеры, таймеры, то есть там может быть все что угодно, и там самый лучший вариант монетизации, это размещение рекламы. То есть вот такие четыре направления есть для создания мобильных приложений, это, во-первых, карманные мобильные приложения, монетизация идет через платную подписку и размещение рекламы, мобильные приложения для бизнеса, это, собственно, заработок на заказной разработке для бизнеса мобильных приложений. Третье направление это игровые, развлекательные и детские мобильные приложения с определенным контентом, которые предназначены для того, чтобы либо успокаивать человека, либо отвлекать его, либо развивать его творческий потенциал, либо развлекательный детский или обучающий контент. И четвертым направлением являются мобильные приложения, такие помощники, это различные калькуляторы, генераторы рецептов, шагомеры, таймеры, монетизация, либо через всех этих направлений, кроме последнего направления, монетизация, либо через платную подписку, либо через рекламу. Лучше работать напрямую с рекламодателями и брать индивидуальную рекламу, нежели размещать ленивую массовую дешевую рекламу. Собственно это все, что я вам хотел сегодня рассказать, когда вы выучитесь на Android разработчика и захотите разработать мобильное приложение, присмотритесь к каждому из этих направлений и поймите, что все-таки сейчас требуется рынку в этих направлениях и создайте свое мобильное приложение. А на сегодня у меня все, с вами был проект Мабу, всем пока.